Доброе утро! Наверное, уже всем привычный такой вид моего балкона. Но сегодня он завишен полностью стиркой, потому что уже фактически, ну не знаю, несколько дней невозможно было что-то постирать, потому что ничего не сохнет. Вернее, я стирала, конечно же, но все потом киснет в квартире, потому что фактически кроме вчерашнего дня каждый день моросил дождь. Вот начиная с субботы, то есть в пятницу у нас все-таки погода не наладилась. Ну да ладно. Сегодня уже солнышко, ветер, правда, сильный и тепло, так что будем надеяться, что уже все зима наше похолодание ушло. Я вот сейчас спешу, собираюсь, и хочу с вами поделиться вот такой находкой. Плохо немножко видно. Вот здесь, наверное, лучше видно, да. На днях была в Росмане, ну и в Росмане просто море всего есть для волос, и я решила, вот каждый раз хочется что-то попробовать новенькое. Я увидела вот эту серию, я уже на нее когда-то смотрела, профессиональная серия, и именно вот этот меня заинтересовал кондиционер, есть шампунь, но для меня самый главный показатель – это кондиционер. это серия с коллагеном и с глицерином для видимого утолщения волос. У меня волосы тонкие, и чем длиннее они становятся, тем они как-то визуально утончаются, поэтому я всегда борюсь с такой проблемой. И вот только что я попробовала этот кондиционер, он действительно работает. Поэтому рекомендую, обязательно куплю, наверное, еще с этой же серии шампунь. Там сейчас как раз еще и скидки идут на эту марку. Это вот у меня размораживается мясо на ужин. Это часть шинка, ну, не знаю, может быть, более официально есть название этой части мяса. Это задняя часть. Я обычно запекаю, люблю больше лопатку, часть именно лопатки, но у меня либо шинка вот такая часть, либо же ошеек. Ошеек не подойдет. Я хочу запекать мясо, вот знаете, как томится. Оно в разных приправах, при маленькой температуре, и оно потом просто, оно как из печи, очень вкусно получается. И вот еще, ну, это если я успею вовремя вернуться, у меня еще будет до ужина, как минимум, часа 4, поэтому я смогу его запечь. Так, а, это, извините, у меня маленький такой раскардаш, как в фильме, помните? Осенний марафон. Это один из наших любимых фильмов. И вот еще, пока за эти дни не снимала ничего, нашла еще одну вот такую новинку. Вот сразу же хочу все, много всего рассказать вам, потому что накопилась информация. В Лидле я давно видела вот эти вафли, гофры. Очень вкусно. Я задумывалась над покупкой именно вафельницы, вот этой такой складывающейся, где можно печь вот такие же вафли. Но, когда я попробовала именно вот такие вафельки, я смотрю, что в этом отпадает вся необходимость, потому что я знаю себя, я там могу испечь. У нас есть бутербродница, которой мы там пользовались от силы раза 3-4, и теперь она лежит, никому не нужно, и никто не хочет готовить, ни я, ни муж. Поэтому такое же могло постичь, такая же судьба и вафельницу. Ну, поэтому, в этом нет необходимости, если вот покупать вот такие. Они мягенькие, сами по себе. Но когда их, как и рекомендуется, разогреешь в тостере, образуется такая сладкая корочка, и очень вкусно получается. Ну, вот варианты подачи, можно со вспитыми сливками, с мороженым, с ягодами. Так что, если у вас есть лидер, рекомендую попробовать, потому что я давно хотела, но не решалась, а все-таки зря. Я уже в центре. Фух, такой контраст между автобусом и улицей. В автобусе кондиционеры, так прохладненько, хорошо. Даже лучше что-то и набросить на плечи. А на улице, конечно, жара. Так, здесь ремонт все еще продолжается. Я сейчас хочу в торговый центр Тарасы Замкови пройти. Еще чуть-чуть, еще немножко. И здесь будет уже порядок и красота. Ну, это очень мало людей. Обычно в выходные здесь очень много экскурсий, прогуливается очень много людей. Вот в кафе практически полусвободное. Поэтому, ну, в выходные здесь если оба не поснимаешь, потому что людей еще много, не совсем удобно. Вот какие красивые домики. Сейчас я подойду чуть поближе, остановлюсь и покажу. Я специально пошла этой дорогой, чтобы прогуляться немножко через старый город. Потому что нечасто мы тут бываем как-то в выходные дни, когда очень жарко. Сюда не хочется далеко ехать. Люблинский замок. Ну, я его показывала уже много раз. Ой, тучи так красиво выглядят это все сейчас. Ну, я его показываю. Вот здесь есть такие секретные ступенечки. И тут, ну, такое впечатление у меня всегда, когда выходишь как в портал какой-то, спускаешься в настоящее. Там ты в старом городе в прошлом, а здесь уже в настоящем. А вот и торговый центр Тарасы Замковой. Вот там, кстати, наверху есть еще... А, вот там, да. Я думала, как туда подняться. Наверху у них есть еще как в сад. А, там цветы растут разные. Если будет время, можно будет зайти посмотреть. Какие здесь представлены торговые марки. В принципе, это не самый большой торговый центр в Люблине. Ну, и не маленький. Да, вот здесь вот ступенечки. Можно вверх подняться на террасу. Сейчас уже вот пошла вторая очередь распродаж везде. В Польше они начинаются где-то с конца июня. И после этого уже будут завозить осеннюю коллекцию. Поэтому сейчас если есть такое желание и необходимость как раз очень можно хорошо приобрести что-то вот 70%. Детс тоже до минус 50%. скидки идут до минус 50%. Home and you до 70% в скидке. Ну, вот, кстати, в Home and you очень много чего можно найти интересного для дома. Zara Home тоже в скидке. Ну, в общем, везде, в принципе. Озвучив эти, где есть, скидки, где нет, нет смысла. потому что они есть сейчас везде. В какой-то магазине я никогда не видела его. New Look. Все очень аккуратненько, все сложено, на удивление, Zara на распродаже в этот раз. Потому что я когда-то заходила, когда было больше, конечно же, минус 50... А, это была Черная Пятница. Тут, тут, конечно же, было людей в два раза больше. И все было гамазом. Ну, конечно же, разные есть вещички. Можно что-то интересное такое подобрать. Но цены, конечно же, я бы сказала, что даже по скидкам не очень доступны, скажем так. Модный тренд сейчас вот эти ткани такие хлопковые, легкие. Так, я кое-что все это выбирала. Тут куча всего надо идти мерить потихоньку. Все, наверное, хватит мне выбирать. Пошла в примерочную. А вот здесь вот еще что-то есть. белые вещи они такие все замеренные. Страшно очень. Знаете, что самое интересное всего? Что если по большому счету разобраться, то теоретически с нашим климатом зимние летние вещи уже и не нужны. Вот если набирать очень много всего. Кстати, здесь инглит есть. Раскладка. Так вот, вот уже сколько времени? Голден Роуз. Ну, тут, конечно, сконцентрироваться очень сложно. Когда перебираешь вещи летние с зимними, то ты смотришь, что летних вещей очень много еще остается даже нетронутых, скажем так. Что из всего, что я выбрала в Заре, мне не то, чтобы даже ничего не подошло. Мне даже как оно мне не понравилось совершенно. Что то и цены такие, как я говорила, очень высокие. Ну, скидки там 30% это не так то и уже много. А вот в другие дни обычно в Заре всегда есть какой-то отдел, где все по скидкам. Какая-то в Троил коллекшн еще есть. Поэтому всегда там можно что-то купить интересное в Заре. И на таких обычных скидках постоянных я что-то больше нахожу, чем вот сейчас. Сейчас что-то такое все пооставалось не очень. Так, я уже вышла из торгового центра наконец-то. На террасу я уже не пойду, уже нет сил как-нибудь в другой раз. Там фильм вот в парке снимают какой-то. Скорее всего фильм, я так подумала. Что-то снимают. Все, я отправляюсь домой. Очень проголодалась, хотела перекусить, но как-то уже посмотрела, что по времени я не успеваю, поэтому нужно уже поспешить домой. У меня здесь по дороге еще такой вид красивый на старый город. И хочу быстренько поставить мясо, чтобы оно начинало уже запекаться. И сама хочу пообедать, очень проголодалась. Так, значит, у меня вот здесь уже есть готовая смесь приправ. Значит, здесь соль, острый перец, либо же каенский можно добавлять, сладкая паприка, чеснок в гранулах и сахар коричневый либо же тростниковый сахар. нам теперь нужно мясо я уже помыла и просушила полотенечком бумажным. И теперь я буду вот этими всеми приправами натирать мясо. Просто вот как бы втирать эти все приправы в мясо. Мариновать его даже не нужно. сразу же я буду ставить в духовку. Духовка разогретая уже до 130 градусов. Режим лишь жар, без обдува. Это обязательно нужно принимать во внимание. И поскольку у меня мясо не очень жирное, я обычно его еще ставлю на решетку, а под низ ставлю противень, чтобы оно все стекало. Но поскольку у меня это не лопатка, не тает немножко часть, поэтому я поставлю в обычную форму, чтобы мясо у меня не высохло. И буду постепенно поливать, когда будет появляться сок, буду вытягивать и поливать им само мясо. мясо получается обычно таким ярко-ярко аппетитно, сочно, красно-коричневого цвета и очень вкусно. И поэтому рекомендую еще не приготовить вот именно таким способом без оборачивания в фольгу либо же в рукав для запекания. И обычно я его держу в духовке как можно дольше, но минимум часа 4. Вот такое получается мясо замаринованное за счет паприки и перца красного но вот такого яркого цвета. При запекании оно этот цвет сохраняет и плюс ко всему за счет того, что я добавляю сахар он еще придает такую более корочку. Ой, уже не могу представляю себе как вкуснятина это себе будет. И забыла еще сказать обязательно самая вкусная подача этого мяса это разобрать его на волокна. То есть после 4 или больше часов приготовления мясо очень легко разделяется на волокна и сверху можно полить каким-либо соусом либо же чесночным либо же песто либо же у меня кстати есть песто. я обязательно полью его с песто. Все ставлю в духовку ну и не знаю буду ли я снимать потом уже когда оно будет готово либо же поставлю на заставку фотографии уже готовое мясо потому что не знаю сколько по времени оно у меня будет простоит и будет ли потом еще возможно заснять. Ну все на всякий случай всем пока-пока и приятного аппетита!